В центре особого внимания ситуация с природными пожарами. Их площадь в разных регионах исчисляется десятками тысяч гектаров. В Сибирь лично контролировать вход тушения прибыл глава МЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас вокруг Байкала. Много очагов и в Иркутской области, и в Бурятии. Кадры с места событий у Яны Подзюбан. Еще больше огня. За последние сутки площадь пожаров в Сибири увеличилась на 10%. Горит 150 тысяч гектаров леса. На борьбу со стихийным бедствием переброшена спецтехника, стянута авиация. 20 самолетов и вертолетов в лесах Сибири борются с огнем десятки тысяч пожарных и спасателей МЧС. Отряды формируют из тех, кто уже тушил сложные и опасные пожары. Недавно тушили, были, значит, в Забайкалье, были, вы знаете, в Афхакасии. То есть эти же люди приехали, опытные, которые прошли эту школу. Горят леса на Дальнем Востоке, в Амурской области, Якутии. И прогнозы там делать еще рано. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в шести субъектах Сибирского федерального округа. Забайкальский край, Красноярский, Тува, Хакасия. Самые сильные пожары в Бурятии и Иркутской области. Задымление здесь настолько плотное, что с воздуха почти не видно озеро Байкал. Ситуация осложняется тем, что очаги пожаров обнаружены в труднодоступных горных местах. Людям к ним просто не подобраться. Поэтому с огнем здесь борются авиации. Бе-200 или амфибия зачерпывает воду прямо с озера и скидывает на пламя. В воздухе вертолеты Ми-8 и самолеты МЧС Ил-76. Горят заповедные зоны. Район вокруг озера Байкал закрыли для туристов. Прокуратура уже выясняет, почему огонь распространился так быстро. Тушение лесных пожаров на особо охраняемой природной территории осуществлялось без учета гористого ландшафта, местности и в отдельных случаях непригодным для тушения лесных пожаров инвентарем. На оперативном совещании глава МЧС Владимир Пучков на ликвидацию пожаров дал два с половиной дня. Меньше, чем за сутки от пожаров освободили леса двух регионов. Как вы довели до такого состояния заповедные леса? На Алтае спасателям помогли внезапные дожди, хотя именно грозы здесь и стали причиной пожаров. В Забайкале ликвидация чагов изгорания стала известна уже к шести утра. Режим чрезвычайной ситуации здесь собираются отменить. В Красноярском крае в помощь спецаппаратура обстановку на земле мониторят из космоса. Благодаря сложной системе 80% пожаров обнаруживают еще на начальной стадии. Сейчас там два очага и оба локализованы. Почти потушили пожары в лесах тувы. За сутки ликвидировали шесть очагов изгорания и еще шесть локализовали. Были случаи, когда люди уже закончили тушение пожаров, ликвидировали пожары. Но тем не менее при таких ветрах они начинали возобновляться. Очень сложно было людям работать, потому что практически с весеннего периода люди редко даже дома бывали. Специалисты винят погоду, жара, засуха и самое главное ветер. Сотрудники МЧС уже подтвердили, пока экологическая ситуация в норме, экосистема не нарушена. Населенные пункты не пострадали. До ближайших домов от пожара километра. Огонь спасателям сдерживать удается. К понедельнику в МЧС рассчитывают стихию победить. Яна Подибан, Екатерина Колоницкая, Федор Юрасов, Первый канал.